Итак, дорогие друзья, всем привет! Кто сегодня у нас в эфире? Да, какой светленький, такой очень, выгляжу хорошо. В этом самом. Я нахожусь в городе Москва. В городе Москва. Приехал, вчера прилетели мы в Москву с женой. А здесь вообще, в Москве-то футбол. Вот так вот иногда бывает, что не рассчитываешь. И здесь-то оказывается футбол вообще, все тут, город переполнен, гостиницы переполнены. Но Бог-то ведет, тот, кто полагается на Бога, тому легко. То есть я конкретно приехал, знал, что Бог конкретно нас не оставит прямо рядом с аэропортом. Гостиница в течение пяти минут. Все, сейчас переспали, гостиница в городе свободная, едем в город. Хорошо, дорогие друзья. Очень классно, когда ты надеешься на Бога, ты знаешь точно, что все будет хорошо. Это прекрасное состояние, которого я желаю всем достигнуть и сохранять. Положиться на Всевышнего, это называется битахон. Битахон баашем. Абутех баашем хесет и саввену. Тот, кто полагается на Бога, хесет будет его окружать. Хесет милосердие. Птах или ашем беколи беха валь бенатха аль тишаен. Положись на Бога всем своим сердцем, а на свое бинаи, это на свою сообразительность не полагайся. Или еще есть красивое, что мы говорим это в Беркат Амазоне, каждый день после еды. Ашре, агевер, ашер бутех, баашем, вея, ашем мефтахо. Счастлив человек, который полагается на Бога, и Бог будет его поддерживать. Прямо конкретное обещание, и к этому надо стремиться. Хорошо, а так как Бог нам сказал учить Тору, то мы продолжаем изучать Мишли, притчи царя Соломона. Царь Соломон был мудрейший из людей. Почему он был мудрейший из людей? Потому что он у Бога попросил мудрость. Когда он мог попросить все, что угодно, то он попросил мудрость. И он в Мишли это выразил. Он говорит, если будешь искать мудрость, как серебро люди ищут, как люди гоняются за деньгами, и как за сокровищами, спрятанными в земле, ты будешь его, тахпесена, будешь искать мудрость, аставин ирата шем, тогда ты поймешь даже самую высшую вещь, страх перед Богом, ведат илотим тимца. Дат илотим это познание Бога Всесильного, который управляет миром. Ты найдешь. И так как он был мудрейший из людей, и он нашел, как раз он знал точно, как работает мир. Всем привет, всем шалом, все, кто присоединяется, всем здрасте. Насколько я знал, Якова Шатадина на сегодня день рождения. Яков, с днем рождения, поздравляем тебя, чтобы была у тебя браха, от слаха, во всех хороших делах, чтобы Бог тебе дал благословение, здоровье, успех, мудрость, деньги. Все только чтобы для твоего добра и для духовного роста. Хорошо. Яков Шатадин, он директор портала ВАИКРА, так что во многом то, что сейчас у нас проходит, так красиво все уроки, он в этом вкладывает очень много сил. Хорошо. Теперь, значит, двигаемся дальше. Сегодня мы, 15-й у нас отрывок, 15-й отрывок. Значит, Путь Эвиль, как мы знаем, это грешник. Теперь, как мы знаем, что есть категория, есть категория грешников, есть категория грешника, которая называется Ксиль. Ксиль это который знает про Тору, но он грешит, потому что его вожделение, его ецарара, его злое начало, его побеждает, и он ему сдается, и он говорит, я не могу не грешить. А есть грешник, который называется Эвиль. Эвиль, кто такой этот грешник? Эвиль это от слова улай, улай это может быть. Он стептик такой. То есть, по-простому он стептик. Есть такие люди, они стептики. Они ничему не доверяют, включая Тору. Но они не могут ничему не доверять, потому что нет такого, что человек ничему не доверяет. Он по-любому во что-то верит. То есть, человек, который говорит, я в Бога не верю, я ему говорю, прекрасно, ты верующий атеист. Ты человек, который верит в обезьян. То есть, ты веришь, что ты обезьяна, другими словами. Он говорит, нет, я не верю, что я обезьяна, я в Бога не верю. Я говорю, секундочку, а во что ты веришь? И тут он говорит, я не знаю. И вот это вот я не знаю, улай может быть, стептик. Это есть эвиль, вот этот вот, да, скептик, другими словами, да. Теперь, значит, но тут интересно, говорит нам царь Соломон в 15-м отрывке, что эвиль, значит, дерех эвиль яшар бейнаф. Путь этого эвиля прямо во глазах. То есть человек, у него по-любому внутри есть стремление к добру. И что бы он ни делал, он назовет это добром. То есть, если это воровские понятия, он скажет, я честный вор, и мы, братва, там, желаем вам всего хорошего. И, там, когда на похоронах они говорят, вот умер святой человек, там, да, всю жизнь честно воровал. Значит, то есть человек, у него внутри есть стремление к добру, и только если у него искажена система координат, то он объявляет добром, все что угодно он может объявить добром. Хоть, ну, все что угодно он может объявить добром. Это вот этот эвиль. Я вспомнил анекдот, как один человек приходит, значит, ну, ему задают вопросы, говорят, как вас зовут? Он говорит, Раджниш, отчество, Магометович, а фамилия? Да, фамилия Иванов, значит, вероисповедание, он говорит, этот самый, шаманизм, якутский шаманизм. Тот, кто антитировал, говорит, да, говорит, вообще такое у вас сочетание. Сколько вам лет? 49. А чего пришли? Он говорит, хочу стать женщиной. Этот говорит, да, долго вы себя искали. Долго вы себя искали. 49 лет ему уже было. Так вот, к чему я так говорю, что здесь написано Дерех Эвилья Шарбейнаф. То есть человек, который идет по какому-то пути, он думает, что он идет по пути прямому. И самое страшное, вот я сегодня утром прочитал, есть такой Низим Талиб, философ, и он вывел очень интересную такую статистику. Он говорит, что любым обществом управляет 3% экстремистов, меньшинство, которые верят в какую-то идею и объединились вокруг этой идеи. То есть 97% общества, они ведомые, они такое вот мягкое большинство, которое просто ведется, ну, идет на поводу. Очень мне понравилось, он приводил пример, как в одной семье было 4 человека, и дочка вдруг сказала, что она не будет есть продукты с ГМО. ГМО это генномодифицированные продукты. И она, значит, сказала прямо конкретно, я есть не буду, я буду есть только продукты не генномодифицированные. Или вообще есть не буду, из дома уйду. То есть она крайнее меньшинство, которое очень резко заявило о своей позиции. Значит, мама не будет же отдельно ей покупать, ходить в магазин, отдельно ходить всем остальным детям, покупать и семье. Она решила покупать для всей семьи продукты без ГМО. Значит, начала она ходить, покупать продукты без ГМО. Теперь, когда они едут куда-то на пикник, там, или идут куда-то в гости, то уже вся семья ест продукты без ГМО этих, да. Когда уже, значит, если с ними кто-то едет или их кто-то приглашает, то он, значит, будет уже, ну, люди будут на это обращать внимание. Когда уже объединится там 3-4 семьи, 3-4 семьи, вот это не Симтарь, только другая его книга. Когда 3-4 семьи объединятся, они не будут есть ГМО, а маленький городок какой-то, да. То уже хозяин магазина, он будет больше закупать продуктов без ГМО. А ему неудобно покупать и то, и то. И он, значит, перейдет на поставщика, где все продукты без ГМО. Итак, маленькое меньшинство, но настроено кицуни, которое крайне настроено. Оно может, оно может двигать, двигать людей в любую сторону. Но как нацисты было, маленькая группка людей перевернула сознание в целой страны и повело всех немцев в сторону ада, да. И, ну, и так далее, и так далее. То есть, но с одной стороны он сказал, это плохо, с другой стороны это хорошо. Он сказал, что если будет 3% адекватных людей, но адекватных таких, резко адекватных, да. То есть, если сейчас там 3% людей, вот если Лана Шумова начнет конкретно учить Тору продвигать божественные заповеди, продвигать систему мировоззрения царя Соломона, да, мудрейшего из людей, так она начнет сильно продвигать Лана Шумова, да, то вокруг нее тоже соберется группка людей, и она может даже там изменить город свой. Хорошо. Но, к сожалению, вот чем глупее человек, тем он более уверен, что он прав. И вот эти вот эвелим, они на все говорят улай, но они, может быть, но они во что-то верят. И это прямо в их глазах. Вышумея лица хахам. А хахам, кто такой хахам? Хахам мудрец, это тот, который живет по божественным заповедям. То есть, хахма это божественная мудрость. Хахма, в чем ее суть, да, что хахам, он отдает отчет, что хахму, божественную мудрость, можно только получить извне. То есть, ее можно получить только от кого-то, из Торы, от пророков. И он, шумея лица, он слышит советы. И если мы переведем на жизненную какую-то мудрость, да, мне понравилось, что я буквально в этот шаббат читал советы любаческого Рэбе. И он говорил, сгулот, сгулот, это, ну, как бы волшебные средства для трех главных вещей в жизни человека. Главная вещь в жизни человека, например, служение Богу. Какая там сгула? Найти себе раввина. Найти человека, который реально, ну, он, это его, как бы, сущность, да, служить Богу. И с ним советоваться. Это сгула, как бы, средство на то, чтобы найти свой путь служения Богу. Найти человека, который более продвинутый, то есть, настоящий раввин. И чтобы он тебя вел по этому пути, корректировал. Теперь, какой он дал совет по сгула, по богатству? Знаете, какое? Он говорит, тот, кто хочет разбогатеть, должен советоваться с умными людьми. То есть, это сгула на богатство, советоваться с теми людьми, которые своими результатами доказали, что они в этой теме понимают. Это сгула на богатство, то есть, советоваться, да. Теперь, значит, из сгула на здоровье. Знаете, какое он сказал? Врачи. То есть, в Торе написано, что Бог дал врачу право и возможность лиропод лечить. То есть, человек должен искать врачей, искать врачей, советоваться с врачами, найти врача, у которого действительно от Бога идет вот этот вот талант. Все наши, рамбан был врач, рамбан был врач, то есть, очень много великих мудрецов были врачи. И вот три я прочитал сгулы. Теперь, значит, здесь написано нам так, что Дерех Эвиль Яшарбе нам. Как только человек тебе говорит, сейчас на самом деле я тебе все объясню, все разложу, я тебе сейчас все расскажу, это значит, что, скорее всего, он не знает. Как в анекдоте, когда папа сыну говорил, сынок, на 100% уверенными в чем-то могут быть только идиоты. Сын говорит, папа, ты уверен? Он говорит, 100%. 100% значит. Значит, хорошо, теперь вэхахам, давайте еще раз, вэшумэ, лица хахам. И слушает совета мудрец. То есть, мудрец это тот, кто советуется, тот, кто не делает то, что ему скажут, а он слышит совет. То есть, он может посмотреть на ситуацию под разными углами. Он слышит совет, и он складывает себе картинку, 3D такую, да, особенно он советуется с мудрыми людьми, но при этом он знает, что никто не знает на 100%. Никто не знает на 100%, то есть, он складывает картинку, молится Богу, чтобы Бог дал ему правильный, правильный путь, правильный совет. И как нам известно, что... Он идет по какому-то пути, но если у него есть бетахон, если у него есть вера, что Бог ему поможет, Бог ему на этом пути помогает. Главное намерение. Дальше, 16-й отрывок. 16-й отрывок такой. Это вообще жизненный такой совет, прям вообще. Эвиль, вот этот же, сейчас идет раскладка, как не надо жить, да. Вот этот Эвиль, грешник, сомневающийся, грешник под тип сомневающийся. Бъем и вода Каасо. Он сразу же, он проявляет свой гнев. То есть, вот этот вот грешник, который полагается в своем мировосприятии на себя, он сразу проявляет свой гнев. А гнев это страшная вещь. То есть, гневающийся в сердце своем, он как будто бы служит идолом. Что это значит? Смотрите, если гневающийся человек, что он говорит своим гневом? Он говорит, вот эта реальность, которую дал Бог, я ее не принимаю. А что значит не принимать реальность? Не принимать реальность, это значит, что ты внутри включаешь совершенно неадекватную какую-то реакцию, которая тебе не помогает вообще. То есть, прямо написано, гневающийся в сердце своем, как будто бы служит идолом. То есть, он служит своему эго, и он разрушает. Написано, гнев разрушает, убивает, там, убивает всех вообще, да. Привет из Элата. Теперь Эвиль, вот этот вот, он сразу выражает свой гнев. Цадик, он вообще не гневается. Как цадик не гневается? Он в любая ситуация, он говорит, так, секундочку, что это значит? Бог так решил. Если он Бог так решил, значит, что это значит? Ну, не принять то, что Бог решил, я не могу. То есть, оно уже есть. То есть, я не могу не принять то, что есть. То есть, это вообще глупо. Не принять то, что есть, это как бы сумасшествие, да. Оно уже есть. Теперь я могу гневаться, почему оно есть так, не так, как я хочу. А могу, приняв эту ситуацию, дальше у меня есть два выбора. Есть у меня выбор страдать. Почему это так? Почему это так? Есть выбор мне поверить, что Бог добрый меня любит. И приняв эту ситуацию, поблагодарить Бога, как в Торе есть такое правило, что есть благословение. Благословляют на Раак, на плохое, как на хорошее. Потому что по факту мы не знаем, где плохое, где хорошее. И в этом мире нет плохого, есть только то, что кажется нам плохим. И человек, который живет в этой концепции, цадик, он принимает то, что есть, он благодарит Бога. Кстати, кто хочет этому научиться, есть две шикарных книги, прямо прекрасных книги. Если получится их найти, вот Якова давайте попросим поискать, и Влада Косова. Есть две прекрасных книги, которые как раз объясняют вот этому подходу вера, что все от Бога, и принятие. И дальше не борьба с реальностью, а наоборот, принятие благодарности и просьба Богу раскрыть, что Он от тебя хочет. И в этом случае, как объясняет автор этих книг, это две книги написал их Раф Шалом Аруш. Раф Шалом Аруш, одна книга называется «Сад веры». Как поверить и действительно поверить всем сердцем, что все, что происходит, это от Бога, что это делает Бог, что вся реальность идет от Бога. И вторая книга называется «Сад благодарности». Как научиться благодарить Бога, и человек, который благодарит, он попадает сразу в рай, прямо сразу. То есть, если он благодарен за все, что у него есть, то ему настолько хорошо, что он сразу оказывается в раю, да? А Раф Шалом Аруш говорит, что ты не просто оказываешься в раю, ты становишься как на гребне волны, ты садишься на эту реальность, и по этой реальности ты плывешь в счастье и переходишь в следующий мир. Значит, «Сад благодарности» и «Сад веры». Это две книги, которые я всем советую прочитать. Начните вот именно с «Сад благодарности», да. А потом «Сад веры». Или можно «Сад веры», а потом «Сад благодарности», или можно одновременно. Значит, еще раз. «Ивиль бы, йом и вода, каосо». То есть, грешник, он сразу же проявляет свой гнев. «Векосе колонн арум». Значит, есть категория людей, которые не грешники, не… То есть, это как бы другая классификация. Есть человек, который умный, а есть человек, который арум, хитрый. Кто такой хитрый? Хитрый – это тот, который умеет просчитывать на несколько шагов вперед. Вот. Бывает, что он хитрый в хорошую сторону, бывает, он хитрый в плохую сторону. То есть, хитрость – это не плохое качество. Хитрость – это некое свойство ума, в котором человек, он просчитывает возможные варианты. И так как он знает правила, и он просчитал вперед, он может выиграть. Яркий пример был… Есть такой психолог-автор Тим Феррис. И он, когда он начал заниматься тикбоксингом, он изучил правила, и он нашел в правиле, что, оказывается, можно выталкивать соперника с ринга. Если ты его вытолкнул с ринга, ты победил. И он что сделал? Он, значит, начал участвовать в чемпионате США и выигрывать все бои тем, что он просто сначала он прям бежал и выкидывал соперника с ринга и выиграл. То есть, это хитрость. Он нашел уловку, лазейку в правилах, и он ее использовал по правилам. Теперь хитрое написано «Он косек колонн арун». Он скрывает… Колонн – это оскорбление. То есть, что значит, он скрывает оскорбление? Он его запомнил, он не цадик. Цадик, он выполняет заповедь Торы, он вообще миватер. То есть, он, значит, нельзя мстить, нельзя быть злопамятным, нельзя таить в сердце своем зло на ближнего своего. Ближний его оскорбил, как царя Давида оскорблял, когда царь Давид, мудрейший из людей. Не мудрейший, это воин, царь Давид воин был. Он выходил из Иерусалима, и тут Шимми Бен Гера выходит, начинает его оскорблять, кричать на него все. Его военачальник царя Давида говорит «Давай я сейчас эту собаку убью». Царь Давид говорит «Нет, это говорит не он меня оскорбляет, это Бог меня сейчас наказывает за какие-то мои дела. И слава Богу, что я могу этим искупить, этим позором, я могу искупить свои какие-то преступления». И, значит, он его отпустил, это ваше имя Бен Гера. Правда, потом сказал царю Салмону, чтобы тот не спустился живым в Мадилу, ну, чтобы тот его убил. Но тот его тоже не убил, а он создал ситуацию, он ему говорит «Если ты убежишь, тебе будет смертная казнь». И тот убежал, и он его казнил. Но это отдельная история. Значит, а вторая история очень интересная, как Раби Нахман путешествовал со своим учеником, они ехали в землю Израиля, и в какой-то гостинице они остановились, и там были люди. И Раби Нахман говорит своему ученику этому помощнику «Не говори, кто я, ни при каких условиях». Значит, и они начинают там в этой гостиничке, где-то они остановились, и тот человек начинает Раби Нахмана позорить, что-то он его оскорбляет, обзывает и все. А Раби Нахман, значит, вообще не реагирует, и тот его очень сильно прямо оскорблял, а потом Раби Нахман своему ученику говорит, тот говорит «А почему нельзя было сказать кто ты? Почему нельзя было сказать, ну, там, что ты циадик?» Он говорит «Ты не понимаешь, сейчас вот этим позором я с себя снял страшные-страшные там деним на небе какие-то, которые были на меня, и этим позором с меня наконец-то все снялось». Понятно, да? Теперь, значит, теперь хитрый он, циадик, он вообще не реагирует, если его оскорбляют. У него нет гнева, ничего, он понимает, все от Бога, все для добра, все. Хитрый он не реагирует сразу, а он скрывает это, да? Он потом отомстит, то есть он же не действует одноходово. Он потом так создает ситуацию хитрой, чтобы потом отомстить, там, сделать и так далее. Но он не будет сразу реагировать и гневаться, да? Теперь, Ивэль, он сразу проявит свой гнев, он сразу будет гневаться, то есть дурак, грешник и так далее, он не управляет собой. Понятно, да, идея? И последний на сегодня посылок, отрывок, последний отрывок, 17-й, значит, 17-й отрывок, он уже 21 минута, что-то мы задерживаемся. Значит, «Яфьех имуна ядит цедек в эдж карим мирма». Значит, человек, который имуна, который верующий, да, он скажет правду. Но здесь, опять же, «Яфьех» это так скажет спокойно правду. И скажет правду и справедливость. А свидетель, обманщик, да, он будет обманывать. Вообще непонятно. Здесь, смотрите, здесь все понятно. Здесь есть у человека способ взаимодействия с собой и с миром. У каждого человека. Вот я сейчас вспоминаю, я как раз вчера, сегодня есть такой вот, то, что Рэблю Байчси сказал, про богатство. Чтобы разбогатеть, надо советоваться с богатыми людьми. Я, значит, подписался на Инстаграм Рэй Далио. Миллиардер, один из самых в Америке успешных миллиардеров. Рэй Далио его зовут. Именно миллиардер у него там, он владелец инвестиционного фонда. И он в своем Инстаграме, он написал книгу, именно советы Рэй Далио по финансовому мышлению. И он в Инстаграме тоже каждый день дает какой-то совет тем людям, которые хотят мыслить как он, да, которые хотят именно, чтобы их мышление привлекало к ним большие деньги. Думать правильно в финансовой сфере, скажем так. И вот этот Рэй Далио, он вот последние два дня, он дает такие советы. Он говорит, что проблема большинства людей, что они не смотрят на себя и на других объективно. Что они смотрят на все субъективно и они обманывают. То есть они не специально, может, обманывают, они искажают реальность. Он говорит, самое главное для человека смотреть на себя честно, объективно, на себя и на других. Что значит честно-объективно? Объективно это с разных сторон, объективно это безоценочно, объективно это находить суть вещей и ее не искажать. Теперь, если человек верующий, он верит, что все от Бога, зачем ему искажать, зачем ему обманывать? Он знает, что вот он утром помолился, мне нужно от Бога вот это. И он знает, что он от Бога все получит честно, справедливым путем. Ему нужно просто для этого прилагать усилия, учиться, работать и так далее. Но, в принципе, если он держится за Бога и действует справедливо, ему нет смысла врать, обманывать, обманывать себе, обманывать другим. И написано, что «Яфьех имуна ядит седок». То есть тот, кто выдыхает, говорит имуна, верующий человек, который верит в Бога, да, он будет говорить вещи справедливые. А тот, кто обманщик, свидетель обманный, он все время будет обманывать. Он будет обманывать себя, обманывать других, он будет искажать реальность. Я не могу, у меня нет сил, я не знаю, впереди кризис. Все это обман, все это обман. Что является правдой? Правдой является то, что человек ничего не знает, что будет с ним в будущем. Человек не знает, по большому счету, как работает этот мир. Человек живет в мире веры, и он знает только то, что видит своими глазами прямо сейчас. И очень ограниченный набор фактов, которые факты чем отличаются. Знаете, чем отличается факт от нефакта? Очень просто. Факт – это то, с чем на 100% согласны все. То есть объективная реальность – это то, с чем на 100% согласны все, кто ее наблюдают. И таких вещей очень мало. Как только ты сталкиваешься с тем, что ты видишь вещь вот так, а он видит вот так, это уже субъективная реальность. И когда ты признаешь, что это субъективная реальность, тогда ты понимаешь, что это всего лишь твой взгляд на мир. И тогда ты можешь свой взгляд на мир отодвинуть и поставить себе операционную систему божественную. Хотя это тоже выбор. Это тоже выбор человека быть верить, не верить. Это называется вера в Бога. Эмуна – это вера. И когда человек, он выбирает, во что верить, то понятное дело, что лучше верить в Бога, лучше верить в правду, лучше верить в вечную жизнь, лучше верить в молитву, лучше верить в доброту, лучше верить в то, что сегодня у нас будет у всех прекрасный день с Божьей помощью. И в ближайшее время придет Маше, будет храм, с неба спустится третий храм, и с Божьей помощью будет вечная жизнь. В общем, все будет великолепно. Это верить в это – это лучшая вера, которая только может быть. Значит, что сегодня мы изучили? Три главных вещи. Первая вещь, что надо слушаться хохамим. То есть надо изучать советы любаевского рейба, советы Рабина Ахмана, советы Рава Шалома Аруша. С кем поведешься, от того и наберешься. И нужно заполнять свою голову именно советами мудрецов, а не субъективными словами каких-то непонятных людей. Как вот Нисим Талиб, он прямо конкретно говорит, все журналисты обманщики. Ну, они искажают реальность. То есть все политики обманщики, они искажают реальность. Он говорит, как эти люди вообще имеют право управлять народом? Это же сумасшедшие, которые все они искажают реальность. Как он говорит, вообще люди на это ведутся? 3% неадекватных людей захватили власть. Все, дорогие друзья, удачи, успехов, хорошего дня. Напишите свои выводы, обязательно напишите свои выводы, что вы для себя поняли, закрепите это. Я еще вчера такую придумал штуку. Раз мы учим 3 отрывка в день, то можно эти 3 отрывка записать себе и в течение дня повторять. И когда ты их повторяешь, если ты будешь 3 мысли царя Соломона в день инсталлировать себе в голову, даунлоуд делать, ну именно даунлоуд, даунлоуд такой настоящий, то через месяц у тебя в голове будет 100 мыслей царя Соломона, которые он получил прямо от Бога. И через год это будет 1200 мыслей. И это будет очень круто. 300 дней, 350 дней по 3 мысли. Ну 1100, 1050 пускай, 1000 мыслей пускай будет царя Соломона. Это круто, это будет другая голова, она даст совершенно другие плоды. Поэтому я вам советую не просто учить урок, а выписать себе 3 этих отрывочка, и их повторять в течение дня, запомнить, рассказывать, поделиться на своей страничке, и сделать красивые картиночки. Три главных мыслей сегодняшнего дня царя Соломона. Все, удачи, успехов, и еще раз Якова Шатанина с днем рождения. Пока.